Доброго времени суток дорогие друзья! Данный ролик предоставленным посетителям нашего канала. Отдельная благодарность, спасибо автору. Сейчас хочу обратить внимание тех, у кого есть обязательства перед УТП банком. Наверняка вам пришлось столкнуться с невероятным хамством, соперничающим, наверное, лишь только с хамством сотрудников кредит европа банк и банк русский стандарт. УТП делят на мой взгляд первое место по хамству и тупости, но здесь типок такой опять же с проблесками здравого ума понял что ловить нечего и отключился сам без всякой вот этой вот возне, а почему, а что, а как. Вот попробовал, туда ткнул, туда ткнул, там глухая защита конкретная, побоялся получить ответный удар и затих. Вот давайте послушаем, как можно разговаривать с коллекторами. Здравствуйте. Здравствуйте. Банку теперь, Александр Викторович, Иван Викторович, я могу услышать? Можете. Позвонок из департамента по работе с просрочной задолженностью по карте кредитной. 83 задолженности более 16 тысяч рублей долг. Требование просрочку штрафа сегодня либо завтра оплатить, почему не платить? Ну, я же уже говорил вашим коллегам. Да, но время-то прошло. 18896 рублей 11 копеек в руку. Угу. Готов или что-то вопрос в добровольном порядке? Готов, в суде. Добровольный. Суд уже недобровольный порядок. Понимаешь, съемная пристава будет в праве. Рекставать счета ваши. Доходные, кредитные. Писать, продать ваше имущество. Пореализовать. Еще 7 процентов добавить. Вот ваш штраф от 2 800, а среди на 300 8 на 100 тысячи добавить. Получается 7 процентов. Получается 7. Вы переплачиваете даже здесь. Так, а в чем выгодно это тогда? Вот мы уже в гебри полезли. Нет, а в чем выгодно? И ваш выгодно это просто. Вам выгодно почему через сутки? Ох, да неважно это. Нет, вы объясните. Для чего? Мне кажется, вам это вообще не интересно. Нет, так и дело в том, что если звоним, мы объясним, помочь, понимаете? Помочь. Я уже все для себя разобрался, где мне выгодно, и я решил так. То есть исполнить они для вас выгоднее, правильно, чем добровольная оплата? Ну да, да. Понятно. До свидания. До свидания. До свидания. Интересные вот эти звонки. Да, подавайте в суд, друзья мои. Я понял, я разобрался. Я включил мозги. Я понимаю, что через суд намного выгоднее. Суд для меня блага. Единственное, что мне сложно анализировать, является клиентом ли этот человек нашим, либо может быть только думать, стать этим клиентом, а может быть он решил просто успокоиться за счет того, что вот смотрит наш канал и во всем разобрался. И это тоже верно, но не всегда, хочу подчеркнуть, не в обиду, скажем так, автору, ребят, просто так сидеть и ждать с моря погоды неправильно. А гораздо правильнее начать хотя бы с так называемого досудебного цивилизованного конфликта, то есть начинать писать письма в банк. Поверьте, это можно делать и самостоятельно, не обращаясь за помощью к юристам, это несложно. А таким вот образом, вот в нашей практике мы порядка 50% претензий убиваем на корню, то есть отбиваем интерес у кредиторов, наших клиентов, вообще идти в суд. Я хочу вам заметить, что претензия официальной может быть только в том случае, если она, эта претензия, предъявлена через официальный источник, через суд. Все остальное это слова, психологическое давление, рассчитанное на ваше незнание и страх, сформированный тем самым незнанием. Вот и все. Поэтому я всегда рекомендую всем подписаться прежде на наш канал, успокоиться, задушить, заглушить этот страх, потому что мы здесь в такой очень интересной, юмористическо-жесткой форме преподносим ту самую правду для вас, чтобы вы успокоились. Как говорится, вот та самая таблетка обезболивающая. Но этого мало, ребята, либо сами, либо с помощью юристов компании Алиам, но нужно дело завершить. Убить этого червяка так, чтобы он больше не думал вылезать и портить вам жизнь, вам и вашим близким. Это нужно сделать строго законными методами. Это, поверьте, возможно. Что сделать, спросите вы. Да нужно создать условия, когда вашим кредиторам будет выгодно самим отказаться от претензий. Что за условия, опять же, спросите вы. Нужно начинать платить. Вот такой парадокс. Но платить по решению суда. Это если всю ситуацию рассматривать в стопроцентном комплексе мероприятий. Очень часто, повторю, в 50% случаев мы создаем условия, когда банк, видя, что с нашим клиентом каши не сваришь, сам отказывается от претензий по умолчанию. То есть клиенту, кроме как вот этих смешных звонков, больше ничего и не поступает. То есть самой официальной претензии в суде клиент не видит. Но это не значит, что мы бросаем дело. Мы все равно идем в суд сами, настаиваем на том, чтобы банк вышел в судебный процесс. Мы сами составляем иск для нашего клиента. Вот имени нашего клиента, простите. И требуем от банка того-либо иного. Все зависит от конкретной ситуации. И если банк и в этом случае не выходит в процесс судебный, это говорит лишь только о том, что ему не нужны ваши деньги. Вы, в свою же очередь, получаете полный комплекс мероприятий, рассчитанных на то, что вы не прячетесь. Вы совершенно прозрачны перед своим оппонентом, перед кредитором. И вы никуда не пытаетесь скрываться. Вы обложены полностью всем пакетом документов, начиная от досудебных претензий и заканчивая попыткой разобраться в суде по справедливости. Вы сами даже инициировали этот истинно состязательный процесс, на который банк не пришел. И такие ситуации тоже очень часто с нашими клиентами. Это говорит лишь только о том, что вы получили результат. Нет официальной претензии, значит нет и долго. По-другому никак и не должно происходить. Вообще, собственно говоря, алгоритм всей нашей работы вы можете узнать, посмотрев видеопрезентацию, выложенную на нашем сайте. Ссылочка на сайт есть в описании любого ролика на нашем канале. Также, для вашего удобства, в правом верхнем углу трансляции сейчас выходит кликабельная подсказка. Вот она. Пройдите на наш сайт, посмотрите видео. Это обязательно для тех, кто хочет стать под юридическую защиту, кто хочет раз и навсегда избавиться от своих вот этих долгов и жить новой, нормальной, яркой жизнью. Не думая о том, где бы взять деньги, чтобы заплатить в банк. Вы будете теперь думать о том, где бы взять денег, чтобы купить себе новый автомобиль, чтобы купить новую одежду, шубу какую-нибудь, ребенку подарок и так далее, и тому подобное, съездить в путешествия. Вот к чему мы приводим наших клиентов. И уже не одну сотню привели, потому что компания Алям, один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Да, мы работаем со всеми регионами. Как мы это делаем? Посмотрите видео на сайте, все поймете. Также, если хотите познакомиться лично со мной, я вас перенаправлю на плейлист, который так и называется обращение Кузнецова Дмитрия к подписчикам и посетителям канала. Пожалуйста, посмотрите. Очень много интересных обращений, где я отвечаю на вопросы, которые задаются в комментариях. Не пожалейте. А вот кликабельная подсказочка в очередной раз выходит в правом верхнем углу. Вот она. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, кто этого еще по какой-то причине сделал. Очень приветствуются репосты в соцсетях. Как можно большее количество людей должны знать всю правду, я так думаю. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого, либо любого другого ролика. Есть там, кстати говоря, все ролики с YouTube-канала дублируются, и помимо этого есть много полезной информации. Еще раз напомню, те, кто хочет стать под юридическую защиту, избавиться раз и навсегда от долгов, посмотрите видео на сайте, чтобы понимать, что мы для вас сделаем. Такое время это займет, сколько это, в конце концов, стоит для вашего удобства. Еще раз в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка. Вот она. Посмотрите видео внимательно. Может быть, это самое полезное будет время, которое вы проведете за последние несколько лет. Потому что действительно мы дадим вам возможность избавиться раз и навсегда от той жизни, которая в последнее время вас преследует. Может быть, вы думаете, что этого никогда не будет конца. Но поверьте, есть свет в конце тоннеля. Итак, посмотрите видео, сделайте свой выбор правильный и единственный. Ну а я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. И, конечно же, финансового здоровья. Обращаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok